Здравствуйте, дорогие друзья! Не знаю, как у вас, у нас дождик. В начале нашей сегодняшней недельной главы мы читаем о Снеякова. Наш отец покидает родительский дом в Першееве, отправляется в Харам, по дороге он останавливается на ночлег и в эту ночь ему снится сон, знаменитый сон, который все знают, и увидел он, лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес, и вот ангелы восходят и нисходят. Очень много, кстати, споров, почему сначала поднимается, потом опускается. Что символизирует эта лестница? Есть колоссальные толкования, можем несколько уроков посвятить этому, но, наверное, так и сделаем. Но есть другой вопрос, есть пословица, которая говорит, нет лифта для достижения успеха. К нему надо подниматься по ступеням лестницы своими ногами. И это также верно по отношению к духовной лестнице, говорят нам мудрецы. Лестница Якова учит нас, что для того, чтобы достичь небес, нужно преодолевать ступень за ступенькой. Когда вы видите какого-то праведного человека или человека, которому в духовной сфере вы хотели бы завидовать, не верьте, что он вскочил сразу наверх. Нет, он шел очень тяжело. Ступень за ступенькой, митсва за митсвой, один урок Торы за другим, еще одно зажигание субботних свечей, еще и так далее. Хочу рассказать вам короткую майсу. Ее в разных вариантах рассказывают много раз, но вот в данном случае она нам подходит. На одном крупном мясокомбинате в США группа рабочих начинала свою смену в 3 часа ночи и заканчивала в 4 часа дня. Ну, то есть тяжело. Однажды после работы, когда они вместе вышли, стали садиться в автобус, там человек по 50, такая партия, он развозил их по домам. Заводской охранник не открыл им дверь и говорит, что одного человека нет. Они сами друг друга не узнают, там знаете, ей полумертвые ходят. Оглянулись, заметили, действительно нашли одного нету. Побежали назад, открыли и этот человек оказался закрыт в огромном холодильнике, где хранилось мясо. Если бы они его не заметили, конечно бы они его потеряли. Он вошел туда буквально за несколько минут до конца смены, чтобы положить ящик с продукцией, а дверь захлопнулась. Спавшийся вот этот от неминуемой смерти рабочий, он побежал, обнял охранника, говорит, ну как ты, заметьте, он говорит, все очень просто. Каждое утро, заходя на фабрику, вы говорите мне доброе утро. И каждый вечер, когда уходите, обязательно говорите спасибо. И со временем я понял, что для меня это очень важно. Во-первых, ваша благодарность. Я ее жду, потому что вы даете мне ощущение, что я занимаюсь важной работой. Это для меня важно. И сегодня, когда вышли все, и я не услышал вашего спасибо, я понял, что с вами что-то случилось. Получается, для чего мудрецы рассказали нам эту короткую, как бы совсем жизненную майсу? Чтобы показать нам через нее, что благодарность очень часто спасает жизнь. Мы не видим это, но так это и есть. Написано в кабале, благодарность продлевает жизнь. И вообще, благодарность, она, эта тема вообще очень благодатная. Не секрет, что вообще приятнее иметь дело с людьми, которые знают, как сказать спасибо. Если вы научитесь благодарить, с вами будут намного больше радостью общаться. Люди, которые умеют искренне благодарить, всегда получают больше. Больше внимания, больше отношения, более качественное обслуживание, больше ценят. Так написано. И это проявляется в отношениях с людьми. И еще больше в отношениях с Всевышним. Когда, представьте себе, отношения Бога, человека, они как человека. Вот представьте себе, если вы человеку делаете все время что-то хорошее, он даже не обращает внимания. Хочется вам продолжать это делать? Немножко нет. Есть много заповедей и благословений, которые касаются выражения благодарности. И Тура не раз нам говорит, что кто умеет благодарить и ценить то, что получает, получит еще больше. Вот есть заповедь Бекурим. Приношение первых плодов в храм. Когда принесший вот эти вот первые плоды, заканчивал произносить благословение, и благодарил за все хорошее, раздавался голос неба и говорил, так же, как вы удостоились принести эти плоды, и так вы удостоитесь в следующем году. Для чего нам это рассказывают? Для того, чтобы мы поняли, что все заложено вот здесь. Мы можем сами продлевать свою жизнь и браху, и все, что хочешь. В нашей недельной главе мы читаем о первом человеке, который произнес слово «Спасибо». Это кто было? Это наша праматерь Лея, которая родила своего четвертого сына, и сказала на сей раз «Вас благодарю Богом». И на рекламу имя «Ягуда», и 99% всех сегодня евреев потомки «Иуды». Вот вам результат. Это имя образовано от глагола «Ле Гайдоизм» – «Благодарить». То есть «Иудей» – это тот, кто умеет быть благодарным. Он не принимает жизненные блага и удачи, как должное. Но знает, что есть тот, кто дал, и кого надо поблагодарить. Вот это и есть иудаизм. Брахава от слаха. Благодаря 88$. Благодаря!